Всем привет! В эфире эквестрисные новости. Итак, наконец-то моя розовая волна цветений будет разбавлена белыми эквестрисными цветами. Ура! Я уже за ними соскучилась. И я все-таки удержусь. Подожду, пока цветенос подраспустится. И сниму уже хорошее полное цветение. А не 1,2 цветочка, как я люблю. И это не все новости. Также ожидаются еще цветения. Вот и это у нас будет фаленопсис эквестрис триллип. И, судя по бирочке, там написано, что это были розово-красные цветы. У меня несколько триллипов, и они немножко различаются между собой. И едем дальше. Также у меня ожидается цветение. Вот такие уже длинные цветоносы. Это фаленопсис вейчана. А в ролике новости эквестрисные она, потому что это гибрид эквестриса и шелерианы. Интерес, конечно, весь в том, что у многих этот гибрид процвел, как просто эквестрис триллип. А у меня эквестрисов триллипов уже штуки 4. Если он у меня точно так же процветет, это будет, конечно, печаль. Я очень-очень надеюсь, что у меня все-таки вейчана пилоричная. Но посмотрим. Продолжается цветение интермедии. А здесь покажу вам вот такая у меня новиночка эквестрисная. Такой кустик. Несколько цветоносиков у него посадила. И он адаптируется к моим условиям. Очень рада этой покупке. Очень понравились цветы. Очень мне хотелось... Знаете, как мне сначала хотелось круглые, а теперь мне хочется классической формы, потому что давненько я ее не видела в продажах. И вот встретила, нашла, купила. А вдалеке вот ожидается цветение уже скоро, уже вот-вот. Это вот такой вот фаленопсис эквестрис. И я написала, что у него были в прошлый раз светлые розовые цветы и розовая губа. Посмотрим, как он процветет на этот раз. Но и это еще не все. Так. Тогда у меня групповая посадка развалилась, вывалилось дно. Я сегодня пересаживала и отсадила все-таки отсюда один пинг отдельно. Посмотрю, как он будет расти. Так. И тут у меня тоже новиночки. Спускаемся в самый-самый низ. Так. Вот такой ко мне пришел Pink Self. Еще один. Есть у меня привычка у двух разных поставщиков заказать. Вернее, у двух разных продавцов. Или у одного продавца, но дубль. Ах, ах. Вон она, детка на кончике цветоноса. Так что скажу я вам, вот Эквестрис Pink от Мики и Эквестрис Pink Self от Мики. Вот просто знатные деткоделы, крайней мере, у меня. И вот такие у меня еще новиночки. Тоже Эквестрисы. Такие деточки. Одна и вторая вон вдалеке. И обе с такими маленькими цветоносиками. Ну что ж, посмотрим. Будет с этого дела или не будет. Я надеюсь, что все разрешится в сторону живого куста. Вот так. Дальше. Помните, когда-то был разговор у меня в моей группе про Эквестрисы и в личке со многими был о том, деткуются ли вообще Аурей или нет? Потому что если Альбы, Цырулея и деток многие видят в продаже, то вот Аурей никто не видел в продаже, ведь деток, а ребятки деткуются. Вот Аурейка с двумя детками. Тоже, кстати, не такое давнее мое приобретение. С рук я ее покупала. И вот такие две детки. Я надеюсь, что они ринутся все-таки в рост и дадут корешочки замечательные. Очень на это надеюсь, очень этого жду. Но вот пока стоят так. А что еще у меня по новостям? Я наконец-то уже даже сняла первый ролик по, значит, на тему Эквестрисных цветовых вариаций, которые действительно существуют официально признанные и непризнанные вариации. Как их между собой различить. И я думаю, этот ролик очень-очень поможет вам разобраться в том, какие у вас вариации. Потому что я заметила, что очень много Эквестрисов подписаны Розея, но на самом деле Розеи не являются... Потому что немножко не соответствуют, скажем так, тому стандарту, который закреплен. И еще столкнулась с тем, что вот Фаленопсис Эквестрис Илокос не могу найти настоящий. Потому что у многих он есть. Он подписан, но на деле он подписан с воздуха. Потому что есть свои особые отличия. В общем, во всем этом будем разбираться. Будет несколько роликов. Я разбила это на несколько видео. Думаю, будет интересно. Мне было очень интересно это все читать, перерабатывать, проверять, перепроверять. И мне предстоит монтаж. И я буду выбирать фото. Сначала, конечно же, из своих. То, чего у меня нету, буду, конечно же, искать в интернете. Но опять-таки, это большая работа. Продолжается цветение моего прекрасного Розея на Фрагранс Эквестриса. Очень пышные облачки. Вот снимать еще одно видео с ним уже не буду. Хватит повторяться. Но фотографии в Инстаграм и на ФБ. И, конечно же, в Эквестрисной группе на ФБ будут. Будут обязательно. Я их уже даже сделала. Так. А здесь у меня вот такой мой Эквестрис. Просто. И, видите, на конце его цветоносики так уже загнулись. И он то деток пытается там дать, то вот опять начал растить бутоны. Но вот на вот этом втором, по-моему, все-таки детки быть. Так что вот такие тоже приятные новости. Ну, а так все растут. Все меня радуют. Вот это чудо Эквестрис на Неофинэтию адаптировался. Видите, листья начали растить уже гораздо больше, чем вот у меня маленький, с которым он пришел. Чуть подрос, не дорос, потом вырос этот. И вот уже видно, что ему зашли мои условия. И вон даже корешки пошли в субстрат. Так что жизнь у него налаживается. Ну что ж, на этом уже буду заканчивать. Эквестрисные новости пока закончились. Но я надеюсь, что скоро появятся еще. Заглядывайте в описание. Там всегда много интересных ссылочек. Спасибо всем, кто досматривает ролики до конца. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь этим видео с друзьями. И всем солнечных дней, пышных цветений. Пока-пока.